Всем привет! Смотрите, как у нас шумно. Девчонки открывают посылку с любимого Василька. Я сейчас... Это все мы с Васей заказали для его родных. В общем, отправим мы это все Жене, сестре его. Ну, если она решит, она поделится со своими сестрами. Ну, вообще, в общем, мы с Васей хотим это все отправить Жене. Конечно, посылки получится, скорее всего, две. Они вот такие... Ну, Дариночка, ну не надо так рвать, ты руку себе порежешь. А я в угольные ножницы не достала. Нет, это я достала. Железные такие. Ну, и я не... А ты же отрезала мне. Вот я их положила. Я никуда их не трогала. Нет, их трогала. Нет. Ты трогала. Так, сейчас я надеваю. Вот. Так, давайте начнем. Ага, вот начнем с белых. Это подушки. Сейчас у девчонки все откроют. Подушки, по-моему, разные. Я уже сейчас точно не помню, сколько я их там заказала. Подушки, одеяло. И к этим одеялам я еще заказала постельное. В общем, все выбирала. Ну, и... Вот такая подушка. Так, Доченька, прочитай. Наполнитель там какой-то. Это одеяло. Ну, раз магия бамбука. Так, вот здесь вот можно почитать. Вот так повернули. А с тобой разные. А, это одеяло. Так, вот магия бамбука. Наполнитель. Бамбуковое волокно. Вот. Вот такие четыре... Они четыре одинаковые подушки. Мне последнее время нравится, а? Это одеяло. А, это одеяло? Так, ну, значит, и одеяло должно быть точно такое же. Дариночка, доставай. Я не стала Жене заказывать семейные. Заказала все, ну, как бы маленькие, полутораспальные. Что подушки 70 на 70 и одеяло вот такие. Заказала одеяло я довольно-таки теплые, потому что сейчас зима все равно. Но, ну, хотя на Украине намного... В Украине намного теплее, чем у нас. Вот такие вот. Магия бамбука. Мне очень нравится. Мы сами под такими спим. Вот, посмотрите. 140 на 205. Они довольно-таки тяжелые. Вот ты спишь и чувствуешь, что ты спишь под одеялом. Даже у нас в Сибири спать под ними очень комфортно. Вот. Ну, я думаю, и летом можно будет под ними спать, потому что они такие какие-то вот дышащие. Посмотрите, как они прошиты. Вот сама, как это вот, чехол вот этот вот, он вообще не скользкий. Мне нравится, что он не скользкий. Одеяло одеваешь под одеяльник, и одеяло под ним не скользит. Вот такое вот. Их два таких должно быть, по-моему, одеяло, да, Тариночка? Посмотри, вон там тоже. И вот такое еще. Я искала немножко подешевле, чтобы я могла побольше заказать. Поэтому постельное такое тоже бюджетное. Ну, открывай тоже. Вот. Это тоже эвкалипт 70 на 70. Ну, здесь наполнитель эвкалиптовое волокно 50. А, вот значит, два эвкалипта, подушки и два бамбука. А одеяло должны... А, и одеяло тоже так же. Одно бамбук, одно эвкалипт. Они разные, да, давай посмотрим. Ссылки на одеяло и подушки я вам оставлю под видео. Точно-точно, я сейчас помнила, я решила Жене заказать. Вот так давай. Одно бамбук, одно эвкалипт. Вот. Ну, мне тоже понравилось. Мне кажется, они даже как-то сильно-то не отличаются. Вот смотрите, ткань чехла хлопок. Мне вот хорошо, что оно вот такое, знаете, не скользкое. Тут немножко набивной рисунок есть. Немножко отличается. Ну, тут, наверное, вам не видно будет. Это, ну, вот эвкалипт, он, мне кажется, еще немножко даже тяжелее. Чуть-чуть тяжелее. Чем, да, дети? Тяжелее чуть-чуть. Ну, эти рисунки, которые они будут суетиться все на теле. Ну, может быть, да, и вот с этой стороны тоже не видно. Вот так вот повернешь и видать. Тоже 140 на 205. Вот две подушки бамбук и две подушки эвкалипт. Одно одеяло бамбук, одно эвкалипт. Очень вкусно. Одеяло очень хорошее. Я говорю, мы сами ими пользуемся. Ну, это точно такой же, это тоже. Надо открыть его будет. Ну, в смысле, что это? Я не знаю, как мы их будем потом упаковывать в посылку. Посылка нам пришла огромная. Прям Вася еле тащил. Да, да. Вот, поэтому мы это все, ага, вот так. У нас не принимают в Тюхтете, по сути, за рубеж. Украина считается за рубеж. Так, этот очень долго туда поставь. И мы сейчас посмотрим постельное белье, которое я заказала. Не-не-не, не открывай, Дориночка. Оно, подушки вот, ну, вот такие же. Вот такое и вот такое. Одно бамбук, одно эвкалипт. И постельное. Да, сейчас девчонки откроют постельное. Я сейчас. Открывай, Дориночка. Так, три комплекта мы уверены. Не вернусь. Так, открыли. Хотели, знаете, аккуратненько, чтобы потом упаковать. Ну, получилось так, что мы почти все порвали. Вот. Так, сначала прием. Смотрите, какие красивые постели. У нас такое дома есть. Давай, давай. Так, Дориночка, надо там прочитать, что это. Постель я беру бязь. Угу. Бязь. Бязь долговечная. Оно, слушайте, ну, бязь сейчас, оно прям как поплин. Оно даже не жесткое, нисколько. Бязь немножко как будто как жестче было, чем. Ну, это прям совсем другое, видимо, плетение. Вот такое хорошее. Но оно дешевле. Дешевле, чем поплин бязь идет. Но очень хорошее. Мне прям нравится так. Смотрите, какое красивое. Так у нас с мишкой. Да, у нас такое есть. Два. Просто? Пододеяльник. Две наволочки. Простынь. Пододеяльник я заказывала. Ну, в общем, постельное тоже под одеяло, чтобы оно хорошо ходило в друг в друга. Ну, Василек, Ивановский трикотаж сейчас очень хороший. Шьют они его хорошо. Хорошими нитками. Знаете, ничего не линяет. И не садится. Я полностью сушу в сушилке. И как бы... И простынь. Да, и простынь. Вот такое. Посмотрите, какие швы, какие ровненькие. Все хорошо. Очень хорошая ткань. Я говорю, я специально заказывала немножко подешевле, чтобы я могла побольше заказать для родных в Украину. Поэтому... Так, а это... Вы что, прочитай, что там? Тоже бязь. Тоже бязь, да? Да. Тоже стопроцентный хлопок бязь. Вот полутораспальный. Пододеяльник 140 на 215, поэтому он чуть-чуть побольше. Простыня 145 и наволочки 70 на 7. Смотрите, какой нежный цвет. Это... Вот это можно мальчишкам, а это самой Жене. Вот такая красота. Нежненькая, сердечками. Очень красивая. Париж нарисован. Вот. Красота. Мы сейчас аккуратненько все складем. Когда мы поедем отправлять в Украину, я не знаю, потому что сейчас очень скользко. Пока Вася... Я вчера с ним разговаривала. Он говорит, пока не знаю, когда поедем. Потому что дорога сейчас у нас... Видите, то тает, то... Это тоже какая красивая. Тоже бязь. Когда... Вчера, да, мне надо было третьему уроку. У папы спрашиваю. Осеннюю, зимнюю быть? Коньки. У нас же на улице, там реально надо коньки. Вот тоже, что там было, Эфелева башня, что это? Вот такое красивое, прекрасивое постельное белье. Вот. Вы можете заказывать в Васильке. Ссылку я оставлю на сам Василек, а также еще и на соцсети. Очень удобно наблюдать за ними в Инстаграм. Они там отвечают на вопросы. Как бы идет у них ответная связь. Можно там про размеры, про ткань, про все остальное спрашивать. Открывайте. Да. Заказала я довольно-таки много полотенец всевозможных. И футболки 48 размер я заказала. Ну, как бы у меня там осталось немножко денюжек. И я заказала для брата Васиного, Саши. Видела, он приезжал к ним в Гойске. И думаю, закажу. Вот, тоже мы их отправим туда. Он там Жене помогал. И, в общем, они тоже пойдут в Украину. Я так посмотрела. Я думаю, ему они будут нормально. Ну, даже если ему будут они маловаты, там есть кому отдать. Может быть, даже Марининым детям. Там у нее два сына. Ну, три сына. Один маленький, конечно, совсем. Вот. Кто-то тут еще. Мне кажется, я... А, да. Халат. Заказала я халат моей сестре Свете. Вот такой, посмотрите. Она у нас полненькая. Но я специально заказала на пуговицах, что если будет ей большевато, она может ушить. Да, сюда же я заказала вот такой вот халат Свете, сестре моей. Кстати, она сегодня приехала там у Ларисы. Он теплый. По-моему, вот как байковый. Хотя на халат написано хлопок здесь вот. Но мне кажется, это вот байка. Прям настоящая байка. Байковый. Вот такой очень красивый. Но мне кажется, пуговица прям по краю сделана неудобно. Свете можно будет вот так немножко перешить пуговицу и будет ей хорошо. Так. И также вот несколько полотенец я заказала для Жени. Ну, я говорю, если захочет, она поделится со своими сестрами, братьями, со всеми. Ну, отправлять мы будем, конечно, на один адрес. Ну, такие большие полотенца. Никогда не бывают лишние. Смотрите, эти банные, хорошие. Они довольно-таки тонкие. Легко стирать, они быстро сохнут. У нас точно такие же. И цвета такие я выбрала нейтральные. Не розовые, как я всегда заказываю. А вот такие серенькие, коричневые. Я думаю, для села. А у них, не знаю, хутор или село, как называется. Посмотрите, какие. Вот. Очень хорошие. Мне нравится. У нас тоже много-много полотенец с Василька. Еще раз скажу, что ссылку на Василек я вам оставлю под видео. Посмотрите, сколько полотенец. Ну, я потом, конечно, сниму, когда мы будем это все отправлять. Сейчас мы все обратно упакуем. И, конечно, я не знаю, сколько это будет стоить. Поэтому Василек и этот декор, и многие ивановские фабрики, которые, интернет-магазины, они отправляют только по России. Потому что, мне кажется, за рубеж отправлять очень дорого и как бы невыгодно. Вот как нам, например, нам же приходит бесплатно. Интернет-магазин сам оплачивает доставку. У меня часто спрашивают, а я не знаю, сколько это стоит. Поэтому, когда будете заказывать, вы уточняете, сколько это стоит. Нам это приходит бесплатно. Сколько это будет стоить переслать на Украину, я не знаю. Но я думаю, все равно нашим будет очень приятно, что совершенно новые вещи им придут от Васи, от их брата. Все, спасибо всем большое за то, что смотрели нас. И пока! Всем пока-пока!